Доброго вечера, уважаемые телерадиослушатели Иванов. С вами я, Евгений Ширяев. Станция метро «Гостиный двор» – самый центр города Санкт-Петербурга. Сентровея ничего быть не может. Это такой центр, что таких центров еще и поискать, переискать. Петр Первый, сия Руси великий, могущественный, создавая Санкт-Петербург, осознавал, знал и понимал, что здесь будет этот Невский проспект. Когда он приезжал сюда с любовницами, с Клавдией Аркадий Гамильтон, они останавливались в Гранд Паласе, естественно, Гранд Пелос. Если мы зайдем внутрь, то мы увидим отпечатки стопы О Великого Петромогучего. Прямо на входе. Ну что ж, а мы продолжаем наше «элитл» путешествие. И сейчас я вас поведу в самую глубинку, в самую ложбинку. Это переход. Вот. 700 рублей зажигалочка, пожалуйста. Вот такие браслетики-подвушечки. 1 плюс 1 равняется 3. Слушайте, ну, браслетик-подвушки нормальный. Сегодня 23-й год. Марта какой-то 13-й, либо 12-й, а может быть 11-й, я уже не помню. Солнечная погода. Очень хочется, чтобы все нахрен растаялось. Это грязище, вонище. Во рту 4 лыща. И уже можно было оголить свой торс, надеть какие-нибудь прохладные бежевые стринги. И в удовольствие ходить по городу Санкт-Петербургу. Памятник Екатерины. Там же вдалеке Александрийский театр. Это тот самый театр, где Александр Македонский со своими опричниками, с Всеволодом Большое гнездо. Ну, они тут смотрели именно в этом театре всякие разные постановки Гомера и других режиссеров сиего того времени. Очень странно. Обычно садик Акати закрывают на зиму, а это он открыт. Сучка. Ничего себе, что за кипиш, дяденька. Вы тоже это слышали? Я вам сказал, сучка. Культурная старинца Санкт-Петербурга. Сейчас вы видите витрину магазина. Я забыл, как он называется, этот магазин. А, все-все-все. Купцов Елисеевых. Если вы купец, то милости просим сюда приходить, и все у вас будет по красоте. Главное, отстегивайте чумовую валюту. Вау. Приветики. Все эти фонтаны работают летом. Сейчас, конечно же, ни хрена не работает. Все замерзло. К чертям собачьим. А видите вон ту кошку? Это была какая-то живая кошка, но с годами она туда залезла, не смогла вылезти, и она сохла, засохла, аномалия, погода, все дела. Муми-подобная конструкция осталась. Так вот, туристы приезжают сюда и зачем-то кидают в нее монеты. Будто бы, если они закинут туда лавеху, и эта лавеха там останется, значит, у них будет какое-то там счастье никакое. Так что можете тоже так делать. Если у вас не все дома, делайте точно так же. Ну, и давайте напоследок эти питерские дворики, которые очень отличаются от того, что находятся во внешнем взгляде, форме в этой интриге. Так выглядят питерские, вонючие, страшные дворики, слегка обосаны, с фекалиями, засыпанными снежком. Если шарахаться здесь на ночь глядя, вы знаете, темень, глаз кали, можно и по башке получить каким-нибудь аргументом. Ну, если, конечно, вам не нужно в парикмахерскую. Какие-то подозрительные рябьи. Слава богу, все прошло успешно. Это же я! Это же я! Это же я все снимаю! Спасибо! Это был небольшой экскурс по городу Санкт-Петербургу. Если вам заходит такой формат, пишите, не стесняйтесь в комментах, начиная с Иёк Макарёк. О, да, нам заходит такой формат. Евгений, снимай нам побольше этой силы, буддийский, тем более ты, как экскурсовод, просто пушка, бомба. Не стесняйтесь, пишем, пишем, ставим лайк отиськи, и все будет у нас по красоте. Субтитры создавал DimaTorzok